Книга Ездры. Глава 1. В первый год правления Кира, царя Персидского, во исполнение слов Господа, сказанных через Иеремию, Господь побудил Кира, царя Персидского, провозгласить по всему царству и издать письменный указ. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли отдал мне Господь, Бог Небесный, и повелел он мне построить ему храм в Иерусалиме, в Иудее. Те, кто принадлежит к его народу, да пребудет с ними их Бог, пусть идут в Иерусалим, в Иудею и отстроят храм Господа Бога Израиля, того Бога, что в Иерусалиме. Всем оставшимся из этого народа, где бы они ни жили сейчас, пусть местные жители дадут серебро, золото, имущество и скот, а также пожертвования для храма Бога в Иерусалиме». Собрались в путь главы родов племени Иуды и племени Вениамина, священники и левиты, все, кого Бог побудил пойти и отстроить храм Господа в Иерусалиме. Окрестные жители, вдобавок ко всем пожертвованиям для храма, снабдили их утварью из серебра, золотом, имуществом, скотом и дарами. Царь Кир велел принести утварь храма Господа, которую Навуходоносор когда-то забрал из Иерусалима и поместил в храм своего Бога. Эту утварь Кир, царь Персидский, вручил казначею Митридату, а тот передал все по списку Шешбацару главе племени Иуды. Вот что там было. Кубки золотые — 30, кубки серебряные — 1029, чаши золотые — 30, чаши серебряные — 410, прочие утвари — 1000. Всей утвари, золотой и серебряной, было 5400 штук. Все это Шешбацар взял с собой, когда изгнанники возвращались из Вавилона в Иерусалим. Глава 2. Вот жители нашей области, которые вернулись из плена. Некогда Навуходоносор, царь Вавилонский, угнал их в Вавилон, а теперь они возвратились в Иерусалима и в Иудею, каждая в свой город или селение. Их привели Зарававель, Иисус, Неемия, Сера, Реелая, Мардахей, Белшан, Миспар, Бигвай, Рихум и Баана. Вот список этих израильтян. Род Пороша — 2172 человека, Род Шифатии — 372. Род Араха — 775. Род Пахат Маава, потомки Иисуса и Иоава — 2812. Род Элама — 1254. Род Затту — 945. Род Закая — 760. Род Бани — 642. Род Бывая — 623. Род Асгада — 1222. Род Аданикама — 666. Род Бигвая — 2056. Род Адина — 454. Род Атера, потомки Языкии — 98. Род Бицая — 323. Род Эары — 112. Род Хашума — 223. Род Геббара — 95. Род Вифлеема — 123. Выходцы из Нитафы — 56. Выходцы из Анатота — 128. Род Азмавита — 42. Род Кирият и Иорима, Кефиры и Беерота — 743. Род Ромы и Гевы — 621. Выходцы из Мехмаса — 122. Выходцы из Бетеля и Ая — 223. Род Нево — 52. Род Макбиша — 156. Род Другого Элама — 1254. Род Харима — 320. Род Лода Хадиды и Ано — 725. Род Иерихона — 345. Род Синаа — 3630. Священники. Род Иедаи, потомки Иисуса — 973. Род Иммера — 1052. Род Пашхура — 1247. Род Харима — 1017. Левиты. Род Иисуса и Кадмиэла, потомки Хадавии — 74 человека. Певцы. Род Асафа — 128 человек. Стражеворот. Род Шалума, род Атера, род Талмона, род Акува, род Хатиты, род Шавая — всего 139 человек. Храмовые рабы. Род Цихи, род Хасуфы, род Табаота, род Кироса, род Сиахи, род Подона, род Ливаны, род Хагавы, род Акува, род Хагава, род Салмая, род Ханана, род Гидела, род Гахара, род Реаи, род Рецина, род Никады, род Газама, род Уззы, род Посеха, род Бесая, род Осны, род Меунеев, род Нефусеев, род Багбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлута, род Мехиды, род Харши, род Баркоса, род Сесеры, род Темаха, род Нецеха, род Хатифы. Потомки Соломоновых рабов. Род Сатая, род Саферита, род Перуды, род Ялы, род Даркона, род Гидела, род Шифатии, род Хатила, род Пакеритха Циваима, род Ами. Храмовые рабы и потомки Соломоновых рабов — всего 392 человека. А вот те, что пришли из Телмелаха, Телхарши, Керува, Адана и Мера, и не могли подтвердить, что их род и их предки принадлежали к Израилю. Род Делаи, род Тавии, род Никады — 652 человека. Еще из потомков священников. Род Хаваи, род Хаккоца и род Барзилая, взявшего в жены одну из дочерей Барзилая Галаадитянина и принявшего это имя. Они искали родословные записи о себе, но ничего не нашлось, поэтому их не включили в число священников. Тершата сказала им, что они не должны вкушать святыни святынь, пока не появится священник с уримами и тумимами. Всего вообще не насчитывалось 42 360 человек, не считая рабов и рабынь. Тех было 7 337 и еще 200 певцов и певиц. Лошадей у них было 736, мулов — 245, верблюдов — 435, ослов — 60 720. Некоторые главы родов, придя к храму Господа, что в Иерусалиме, внесли пожертвования на храм Божий, чтобы восстановить его на прежнем месте. Жертвовали они сколько кто мог и собрали в сокровищницу для строительства 61 тысячу драхм золота, 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одеяний. Священники, левиты, народ, певцы, стражи ворот и храмовые рабы поселились в своих селениях. Все израильтяне стали жить в своих селениях. Глава третья Настал седьмой месяц. Израильтяне жили по своим селениям. И собрался народ все как один в Иерусалим. Иисус, сын и отца Дака, со своими собратьями-священниками, и Зарававель, сын Шалтиела, со своими собратьями, возвели жертвенник Богу Израиля, чтобы приносить жертвы всесожжения, как предписано законом Моисея, Человека Божьего. Хоть они и страшились других народов, все же поставили жертвенник на прежнем его месте и стали приносить Господу жертвы всесожжения, всесожжения утренние и вечерние. Они справили праздник шалашей, как предписано, принося жертвы всесожжения каждый день, сколько на какой день назначено. С тех пор они стали приносить ежедневную жертву всесожжения, жертвы в новолуние и по всем священным праздникам Господа, а также добровольные жертвы Господу. С первого дня седьмого месяца они приносили жертвы всесожжения Господу, но возведение храма Господнего еще не начиналось. Каменотесам и плотникам выдали серебро, а людям из Сидона и Тира пищу, питье и оливковое масло. Они должны были привезти кедры из Ливана морем в Яффу, согласно указу Кира, царя Персидского. И на второй год после прихода к храму Бога в Иерусалим во втором месяце Зарававель, сын Шалтиэла, Иисус, сын и отца Дака, их собратья-священники и левиты и все, кто вернулся в Иерусалим из плена, принялись за дело. Назначили левитов от двадцати лет и старше руководить строительством храма Господнего. Иисус, его сыновья и родичи, Кадмиел и его сыновья, потомки Иуды, стали вместе руководить строителями, возводившими храм Бога, а также сыны Хинадада и их сыновья и родичи, левиты. Когда строители заложили основание храма Господа, то священникам велели встать в облачении с трубами, а левитам из рода Асафа с кемвалами славить Господа, как предписал Давид, царь Израиля. И они запели, вознося хвалу и благодарение Господу. «Блак Он, милость Его к Израилю навеки!» И весь народ громко возглашал Господу хвалу за то, что начато строительство храма Господнего. Многие священники, левиты и главы родов, старцы, видевшие еще первый храм, громко плакали, глядя, как закладывают основание нового храма. А многие люди радовались и громко восклицали. И слились в народе воедино крики радостного ликования и плача. Народ кричал так громко, что было слышно далеко вокруг. Глава четвертая Враги племени Иуды и Вениамина прослышали, что вернувшиеся из плена отстраивают храм Господа Бога Израиля. Тогда они пришли к Зарававелию, главам родов, и сказали им, «Давайте мы будем строить вместе с вами, ведь мы тоже поклоняемся вашему Богу. Мы приносим ему жертвы с тех пор, как Ассархадон, царь Исирийский, поселил нас здесь». Но Зарававели, Иисус и остальные главы родов Израиля ответили, «Не строить вам храм Бога нашего вместе с нами. Только мы будем строить храм для Господа Бога Израиля, как повелел нам Кир, царь персидский». Тогда местные жители стали пытаться сломить решимость иудеев, запугивали их, чтобы они прекратили строительство, подкупали чиновников, чтобы расстроить этот замысел. Так продолжалось во все дни Кира, царя персидского, до правления Дария, царя персидского. В начале правления Ксеркса был написан донос на жителей Иудеи и Иерусалима. При Артаксерксе Бешлам, Митридат, Тавээл и их сотоварищи отправили Артаксерксу, царю персидскому, послание. Оно было написано арамейским письмом, составлено по-арамейски. Наместник Рихум и песец Шемшай написали царю Артаксерксу следующее послание против Иерусалима. Наместник Рихум, песец Шемшай и сотоварищи, их судьи, сановники и чиновники, персы, выходцы из Урука и Вавилона, выходцы из Сус, то есть Теламитяне, и прочие народы, которые великий и славный Ашурбонапал переселил в города и селения Самарии и всего Заречья. И вот что далее говорилось в их послании дословно. Царю Артаксерксу, рабы твои, жители Заречья, да будет известно царю, что иудеи, которые пришли от тебя к нам, прибыли в Иерусалим. Они отстраивают этот мятежный злой город, возводят стены, восстанавливают основания. Да будет известно царю, если они отстроят этот город и возведут стены, то перестанут платить налоги, сборы и подати. Царская казна непременно потерпит урон. Нам, верным царским подданным, не подобает допускать, чтобы царь терпел такую обиду. Поэтому мы уведомляем царя посланием. Пусть исследуют архивные записи твоих предшественников. Из них ты узнаешь, что это город мятежный, приносящий беды царям и областям, что в нем издревле творят смуту. Поэтому он и был разрушен. Мы извещаем царя. Если отстроят этот город, возведут стены его, ты потеряешь все Заречья. Царь прислал им такой ответ. «Наместнику Рихуму, песцу Шемшаю и сотоварищам их в Самарии и во всем Заречье. Мир вам! Послание, которое вы нам отправили, переведено и зачитано мне. Я велел исследовать архивные записи и обнаружил, что этот город издревле восставал против царей, возникали в нем мятежи и смуты. Могущественны были цари Иерусалима. Они владели всем Заречьем, собирали налоги, сборы и подати. Итак, распорядитесь, чтобы этих людей остановили. Пусть город не отстраивают, пока я не велю. Да смотрите, исполните это неукоснительно, а не то будет большой ущерб, и держава потерпит урон». Как только письмо царя Артаксеркса было прочитано Рихуму, писцу Шемшаю и сотоварищам их, они поспешили в Иерусалим к иудеям и силой вынудили их остановить работу. Так остановилось строительство храма Бога в Иерусалиме и не возобновлялось до второго года правления Дария, царя Персидского. Глава пятая Пророки Аггей и Захария, сын Иддо, возвестили иудеям, жившим в Иудее и в Иерусалиме, пророчество от имени Бога Израилева. Тогда Зарававель, сын Шелтиэла, и Иисус, сын Иоцадака, стали строить храм Бога в Иерусалиме, и пророки Божьи поддерживали их. К ним прибыли наместник Заречия Таттынай, Шетарбазынай и сотоварищи их, и спросили, «Кто повелел вам строить этот храм, возводить это строение?» Еще они спросили, «Как зовут людей, которые строят это здание?» Но иудейским старейшинам покровительствовал их Бог, и все то время, пока везли донесения к царю Дарию, и пока шло ответное послание, строительство не прекращалось. Вот дословно, что говорилось в послании, которое отправили царю Дарию, наместник Заречия Таттынай, Шетарбазынай и сотоварищи их, чиновники Заречия. Письмо, которое они послали царю, гласило, «Царю Дарию мир во всем! Да будет известно царю, что мы ездили в область Иудею к храму великого Бога. Этот храм отстраивают, кладут тесаные камни, вставляют в стену деревянные брусья. Работы ведутся быстро и успешно. Мы обратились к их старейшинам и спросили, «Кто повелел вам строить этот храм, возводить это строение?» Кроме того, мы спросили, как их зовут. Мы желали записать имена людей, которые главенствуют там, и поставить тебя в известность. Вот что они сказали нам в ответ. Мы – рабы Бога небес и земли. Мы восстанавливаем храм, построенный много лет назад. Возвели его в великий царь Израиля. Но наши отцы прогневали Бога небесного, и он отдал их в руки халдея Навуходоносора, царя Вавилонского. Тот разрушил храм, а людей угнал в Вавилон. Однако в первый год правления Кира, царя Вавилонского, царь Кир повелел отстроить этот храм Бога. Золотую и серебряную утварь, которую Навуходоносор когда-то забрал из храма Бога, что в Иерусалиме, и увез в Вавилонский храм, царь Кир забрал из Вавилонского храма, передал Шешбацару, так звали поставленного им наместника, и сказали ему, «Возьми эту утварь и отвези ее в Иерусалимский храм. Пусть храм Бога будет отстроен на прежнем месте». Тогда Шешбацар пошел и заложил основание храма Бога в Иерусалиме. С тех пор храм отстраивают, и он еще не закончен. Итак, если царю угодно, пусть поищут в царской сокровищнице в Вавилоне, действительно ли царь Кир издал указ отстроить храм Бога в Иерусалиме? Да известит нас царь о своем решении. Глава шестая. Тогда по приказу царя Дария просмотрели архив, что в Вавилонской сокровищнице, в городе Экбатане, в области Мидии, нашли один свиток, где было написано. Запись в архив. В первый год правления царя Кира царь Кир издал такой указ о храме Бога в Иерусалиме. Пусть этот храм будет отстроен, чтобы там приносили жертвы. Пусть будет заложено его основание. Пусть будет он высотой в шестьдесят локтей и шириной в шестьдесят локтей. Через каждые три ряда тесаных камней один ряд деревянный. Средства пусть будут выделены из царской казны. А сосуды из храма Бога, золотые и серебряные, которые Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и увез в Вавилон, пусть возвратят в Иерусалимский храм на прежнее место, поставят в храме Бога. И вот царский приказ. Вы, наместник Заречья Тат-Тенай и Шетар-Базенай с сотоварищами, чиновниками Заречья, удалитесь оттуда. Не мешайте строить этот храм Бога. Пусть правители иудеев и старейшины иудейские отстроят храм Бога на прежнем месте. Повелеваю, Содействуйте иудейским старейшинам, чтобы храм Бога был восстановлен. Пусть этим людям неукоснительно выделяются средства из доходов царя, из налогов Заречья, чтобы работы не прекращались. И все, что понадобится, телята, бараны и ягнята для всесожжений Богу Небесному, или же зерно, соль, вино и оливковое масло, все, что попросят иерусалимские священники, пусть выдается им ежедневно и неукоснительно. А они пусть приносят жертвы, приятные Богу Небесному, и молятся за царя и его сыновей. Повелеваю, если кто будет противиться этому указу, пусть выломают из его дома бревно и насадят его на это бревно, как накол, а на месте дома пусть будет свалка мусора. Если какой-нибудь властитель или народ дерзнет противиться этому указу и причинит вред храму Бога в Иерусалиме, да не звергнет их Бог, который определил своему имени обитать там. Я, Дарий, даю это повеление, да будет оно без промедления исполнено. Наместник Заречья Таттенай, Шетарбазынай и сотоварищи их без промедления исполнили то, что повелел им царь Дарий. Старейшины Иудеев успешно строили, повинуясь пророчеству пророков Агея и Захарии, сына Идо. И завершили они строительство, как велел Бог Израиля, как велели Кир, Дарий и Артаксеркс, цари персидские. Храм был достроен к третьему дню месяца Адар на шестой год правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и прочие, вернувшиеся из плена, с ликованием осветили храм Бога. Освящая храм, они принесли в жертву сто быков, двести баранов и четыреста ягнят, и еще жертву за грехи всех израильтян, двенадцать козлов по числу племен Израиля. Для служения Богу, который в Иерусалиме, поставили священников по разрядам и левитов по степеням, как предписывает книга Моисея. В четырнадцатый день первого месяца вернувшиеся из плена справили Пасху. Священники очистились, и левиты, очистившись все до единого, закалывали пасхальные жертвы для всех, вернувшихся из плена и для своих собратьев-священников и для себя. Жертвенное мясо ели возвратившиеся из плена израильтяне и все, кто к ним присоединился, отвергнув скверну местных народов, чтобы поклоняться Господу, Богу Израиля. Семь дней с ликованием справляли они праздник пресного хлеба, ведь Господь послал им радость, даровал благосклонность царя Ассирийского, и тот помог им воздвигнуть храм Бога, Бога Израилева. Глава седьмая Позже в правлении Артаксеркса царя Персидского из Вавилона вернулся Ездра, сын Сыраи, сына Азарии, сына Хилкии, сына Шалума, сына Цадока, сына Ахитува, сына Амарии, сына Азарии, сына Мирайота, сына Зерахии, сына Уззи, сына Буки, сына Авишуа, сына Пенихаса, сына Элиазара, сына первосвященника Аарона. Этот Ездра был книжник, сведущий в законе Моисея, что дарован Господом Богом Израиля. Царь давал Ездре все, что он не попросит, ибо с Ездрой был Господь, Бог его. Некоторые израильтяне, священники, левиты, певцы, стражи вороты, храмовые рабы отправились в Иерусалим на седьмой год правления царя Артаксеркса. Они прибыли в Иерусалим в пятом месяце на седьмой год правления этого царя. В первый день первого месяца Ездра начал этот переход из Вавилона, а в первый день пятого месяца он прибыл в Иерусалим. Его Бог благоволил к нему, ведь Ездра посвятил себя тому, чтобы изучать и исполнять закон Господа и учить закону народ Израиля. Вот дословно, что говорилось в письме, которое царь Артаксеркс дал священнику Ездре, книжнику, знатоку заповедей Господа и законов, установленных Господом для Израиля. Артаксеркс, царь царей, желает здравствовать священнику Ездре, сведущему в законе Бога Небесного. Повелеваю, всякий израильтянин в моем царстве, всякий священник или вид этого народа, изъявивший желание идти с тобой в Иерусалим, пусть идет. Ты послан царем и его семью советниками, чтобы выяснить, как в Иудее и в Иерусалиме исполняется закон твоего Бога, который ты несешь с собой, и чтобы отвезти туда серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израиля, обитающему в Иерусалиме, а также серебро и золото, которое соберешь по всей Вавилонии, и то, что пожертвуют народ и священники на храм своего Бога в Иерусалиме. На эти деньги незамедлительно купи быков, баранов и ягнят, а кроме того хлебные приношения и возлияния, и принеси все эти жертвы на жертвенники в храме вашего Бога в Иерусалиме. Остальное серебро и золото ты с соплеменниками можешь использовать по своему усмотрению, согласно воле вашего Бога. Сосуды, что переданы тебе для служения в храме твоего Бога, все до единого, преподнеси Богу Иерусалима, и все прочее, что тебе понадобится для храма твоего Бога, ты получишь из царской сокровищницы. Я, царь Артаксеркс, повелеваю всем казначеям заречья, все, что попросит у вас священник Ездра, книжник, сведущий в законе Бога Небесного, незамедлительно выдавайте до ста талантов серебра, до ста коров зерна, до ста батов вина, до ста батов оливкового масла и неограниченное количество соли. Чтобы не повелел Бог Небесный, все должно быть в точности исполнено для храма Бога Небесного, иначе гнев падет на державу царя и сыновей его. И да будет известно вам, что священники и левиты, певцы, стражи ворот, храмовые служители и все, кто работает в этом храме Бога, свободны от налогов, сборов и податей. А ты, ездра, по мудрости твоего Бога, который ты обладаешь, назначь начальников и судей. Пусть им принадлежит судебная власть над всем народом заречия, над всеми, кто знает законы твоего Бога. А тех, кто не знает, научите. И всякий, кто не исполняет закон твоего Бога и закон царя, непременно должен быть осужден, на смерть или на изгнание или на лишение имущественных прав или на тюремное заключение. Благословен Господь, Бог отцов наших, который внушил царю желание прославить храм Господа в Иерусалиме и даровал мне милость царя, его советников и всех могущественных вельмож. Ободренный тем, что Господь Бог мой благоволит ко мне, я собрал предводителей Израиля, чтобы они пошли со мной. Глава восьмая Вот главы родов и вот родословие тех, что пришли со мной из Вавилона в правление царя Артаксеркса. Из рода Пенихаса — Гершом, из рода Итамара — Даниил, из рода Давида — Хаттуш из сынов Шихани, из рода Пороша — Захария, и с ним было записано 150 мужчин, из рода Пахат Маава — Эльеха Инай — сын Зерахии, и с ним 200 мужчин, из рода Зату — Шихания, сын Ехазиела, и с ним 300 мужчин, из рода Адина — Эвид, сын Иоаннафада, и с ним 50 мужчин, из рода Элама — Исаия, сын Гафолии, и с ним 70 мужчин, из рода Шифати — Зивадия, сын Михаила, и с ним 80 мужчин, из рода Иава — Авдий, сын Иехиела, и с ним 218 мужчин, из рода Бани — Шеламид, сын Иосифии, и с ним 160 мужчин, из рода Бивая — Захария, сын Бивая, и с ним 28 мужчин, из рода Азгада — Иаханан, сын Хаккатана, и с ним 110 мужчин, из рода Аданикама — последние, вот их имена, Элифелит, Иеел, и Шима, и с ним 60 мужчин, из рода Бивая — Утай и Закур, и с ним 70 мужчин. Я собрал их у реки, что течет Кахаве, там мы стояли три дня. Я видел народ из священников, но не нашел никого из рода Ливия, тогда я велел, чтобы пришли предводители — Элиэзер, Ариэл, Шима, Элнатан, Яриф, Элнатан, Нафан, Захария и Мишуллам, а также учителя — Иуяриф, и Элнатан. Я послал их к Идо, который был начальником в Касифье, и велел им переговорить с Идо и его собратьями, храмовыми рабами в Касифье, чтобы привести нам служителей для храма Бога нашего. Бог наш благоволил к нам. Они привели ученого человека из рода Махли, сына Ливия, сына Израиля, по имени Шеревия, а также его сыновей и родичей — восемнадцать человек. А еще Хашавию и с ним Исайю из рода Мирари с его родичами и их семьями — двадцать человек. Из храмовых рабов, род которых Давид и его приближенные, некогда поставили служить левитам, было приведено двести двадцать человек. Все они записаны поименно. Там, на реке Ахаве, я объявил пост, чтобы, склонившись пред Богом нашим, попросить у него благополучного пути для нас и наших детей со всем нашим имуществом. Я счел недостойным просить у царя пеших и конных воинов для защиты от врагов в пути. Ведь мы говорили царю, что Бог наш милостив ко всем, кто обратился к нему, а яростный гнев его настигает всех, кто оставил его. Мы постились, молили Бога нашего, и Он услышал нашу мольбу. Взяв двенадцать человек из числа глав священников, а также Шеревию, Хашавию и десять их родичей, я передал им по весу серебро, золото и утварь для храма Бога нашего, пожертвования царя, его советников, вельмож и всех израильтян той страны. Вот что я им передал. Серебро шестьсот пятьдесят талантов, серебряная утварь весом в сто талантов, золото сто талантов, чаши золотые двадцать стоимостью в тысячу дариков, сосуды из золотистой меди два, ценные как золото. Я сказал им, вы посвящены Господу и утварь это посвящена ему. Это серебро и золото пожертвования Господу, Богу ваших отцов. Берегите и храните все это, пока не передадите по весу в присутствии глав священников и левитов и глав родов Израиля в казну храма Господа в Иерусалиме. Священники и левиты приняли по весу серебро, золото и утварь, чтобы отвезти в Иерусалим в храм Бога нашего. В двенадцатый день первого месяца мы отправились от реки Ахавы в Иерусалим. Бог наш благоволил к нам, Он избавил нас от врагов и засад на дороге. Мы пришли в Иерусалим. По прошествии трех дней на четвертый в храме Бога нашего мы передали по весу серебро, золото и утварь, священнику Меремоту, сыну Урии, Элеазару, сыну Пенихаса, и Левитам, и Азаваду, сыну Иисуса, и Наади, сыну Бенуя. Все сосчитали и взвесили, и тут же записали общий вес. Вернувшиеся из плена принесли Богу Израиля жертву всесожжения. Двенадцать быков за весь Израиль, девяносто шесть баранов и семьдесят семь ягнят, и двенадцать козлов в жертву за грех. Все это жертва всесожжения Господу. Они передали указ царя царским сатрапам и наместникам заречья, и те оказывали поддержку народу и храму Бога. Глава девятая Затем пришли ко мне вожди и сказали «Народ Израиля, священники и левиты не отделились от местных народов с их мерзостями от Ханаанеев, Хетов, Перезеев, Евусеев, Амманитян, Маавитян, Египтян и Амареев. Дочерей этих народов они брали в жены себе и своим сыновьям, так что святое племя смешалось с местными народами, а вожди и начальники в этом преступлении впереди всех. Услышав такое, я разорвал на себе плащ и рубаху, рвал волосы и бороду. Я сидел оцепеневший, и ко мне собрались все, кто трепетал пред словами Бога Израилева, осуждающими преступления вернувшихся из плена. Я сидел оцепеневший до времени вечерней жертвы. В час вечерней жертвы я поднялся с места скорби моей, в разодранных плащей рубахе, пал на колени, простер руки Господу, Богу моему, и сказал, Бог мой, объятый стыдом и позором, не могу я поднять лицо к тебе, Бог мой. Мы с головой погрязли в грехах наша вина до небес. Со времен отцов и до ныне великая вина лежит на нас. И по сей день за свои грехи мы с царями и священниками нашими отданы иноземным царям на истребление и в плен на грабеж и на позор. На краткий миг была нам явлена милость Господа Бога нашего. Он сохранил остаток народа и позволил нам приютиться на его святом месте, даровал свет нашим глазам, дал нам порабощенным какую-то поддержку. Да, мы рабы, но и в порабощении Бог наш не покинул нас, даровал нам милость царей персидских, чтобы те поддержали нас, восстановили храм Бога нашего, подняв его из руин и обеспечили нам защиту в Иудее и в Иерусалиме. О, Бог наш, что мы скажем после того, что было? Ведь мы пренебрегли повелениями твоими. Ты велел через рабов твоих пророков. Земля, на которую вы пришли, чтобы владеть ею, это земля нечистая из-за скверны местных народов, из-за их мерзостей. Они от края до края заполнили ее своей нечистотой. Поэтому ни своих дочерей не отдавайте замуж за их сыновей, ни их дочерей не берите в жены своим сыновьям. Никогда не делайте ничего, что принесло бы им мир и благополучие. И будете крепнуть, будете есть лучшие плоды этой земли и оставите ее в вечное наследие своим потомкам. После того, как постигла нас кара за наши злые дела, за наш великий грех, ты, Бог наш, покарал нас меньше, чем мы заслужили, ты сохранил остаток народа. Нарушим ли мы снова твои повеления, будем ли снова вступать в родство с этими мерзостными племенами? Ведь тогда ты, разгневавшись, истребишь нас полностью без остатка. Господь, Бог Израиля, ты вершишь правосудие, и лишь остаток нашего народа уцелел до сегодня. Вот мы пред тобой с нашими грехами, хотя после такого и недостойны мы предстоять пред тобой. Глава десятая. Пока Ездра молился, исповедовался и плакал, простершись перед храмом Бога, собралось великое множество израильтян, мужчин, женщин, детей, и весь народ плакал и рыдал. Шиханя, сына Ихиэла из рода Элама, обратился к Ездре с такими словами. «Мы предали Бога нашего, мы брали в жены иноплеменец из местных народов, но все же есть надежда у Израиля. Заключим договор с Богом нашим, отошлем прочь этих жен и рожденное ими потомство по решению твоему, господин мой, по решению всех, кто чтит повеление Бога нашего. Пусть все будет так, как велит закон. Встань, Ездра, тебе исполнять это. Мы с тобой, будь тверд и действуй». Ездра встал. Он велел главам священников, левитам и всем израильтянам дать клятву, что они исполнят это. И они поклялись. Покинув площадь перед храмом Бога, Ездра прошел в комнату Ихаханана, сына Ильяшива, и остался там на ночь. Скорбя о преступлении, которое совершили вернувшиеся из плена, он ничего не ел и не пил. И было провозглашено по всей Иудее и в Иерусалиме. Пусть те, кто вернулся из плена, соберутся в Иерусалим. А кто не придет в течение трех дней, тот будет по решению предводителей из старейшин, лишен всего имущества и исключен из общины вернувшихся. В течение трех дней, к двадцатому дню девятого месяца, все люди племени Иуды и племени Вениамина собрались в Иерусалим. Люди сидели на площади перед храмом Бога, и дрожь била их из-за всего происходящего, а также из-за дождя. Встал священник Ездра и сказал им, «Вы совершили преступление, вы брали в жены иноплеменниц, умножая вину Израиля, но возблагодарите Господа, Бога ваших отцов, и исполните волю Его. Порвите с местными народами и с женами иноплеменницами». В ответ все собравшиеся воскликнули, «Как ты говоришь, так мы и сделаем». Но народа здесь много, и сейчас время дождей, невозможно стоять под открытым небом, ведь это дело не одного двух дней, многие из нас повинны в этом грехе. Пусть наши предводители, предводители всей общины, проведут разбирательство. Жители наших селений, которые женились на иноплеменницах, будут приходить сюда в назначенный срок вместе со старейшинами и судьями своего селения, и да утихнет яростный гнев Бога нашего, вызванный этим грехом». Против такого решения были только Иоаннафан, сын Асаила, и Яхзе, сын теквы. Их поддержали Мишуллам или Витшеббитай. Так и поступили, вернувшиеся из плена. Священник Ездра отобрал предводителей родов от каждого рода, вызвав их поименно. В первый день десятого месяца они начали расследование и к первому дню первого месяца разобрали дела на иноплеменницах были женаты. Из рода Иисуса, сына Иоцадака и его братьев, Маосе, Элиезр, Яриф и Гидалия. Они обязались отослать своих жен. За свой грех каждый из них отдал по-барану. Из рода Иммера, Ханани и Зеваде. Из рода Харима, Маосе, Или, Шима, Иехиел и Азия. Из рода Пашхура, Элия Инай, Маосе, Измаил, Нетанел, Иазават и Эласа. Из левитов, Иазават, Шими, Кела, он же Келета, Петахия, Иуда и Элиезр. Из певцов, Эльяшиф, из стражей ворот, Шалум, Телем, Юри. Из израильтян, из рода Пороша, Рами, Изи, Малке, Миямин, Элиазар, Малке, Ибина. Из рода Элама, Маттане, Захаре, Иехиел, Авди, Иеремот и Илья. Из рода Затто, Элия-Инай, Ильяшиф, Маттане, Иеремот, Зават и Азиза. Из рода Бивая, Ихаханан, Ханане, Забай и Атлай. Из рода Бани, Мешулам, Малух, Ада, Яшуф, Шеал и Иеремот. Из рода Пахат Маава, Одна, Килал, Бена, Маасе, Маттане, Бецалел, Бенуй и Манасия. Из рода Харима, Элиезр, Иши, Малке, Шема, Симеон, Вениамин, Малух и Шемария. Из рода Беде, Килуху, Ванья, Меремот, Ильяшиф, Маттане, Маттенай и Ясай. Из рода Бенуя. Шеми, Шелеми, Нафан, Ада, Махнадвай, Шашай, Шарай, Азарел, Шелеми, Шемария, Шалум, Амария и Иосиф. Из рода Него. Иеиэл, Маттите, Зават, Зевина, Ядай, Иоиль и Бена. Все они были женаты на иноплеменницах. Некоторые из этих жен родили детей. Конец книги Ездра.